Добрый день, друзья! Сегодня пересаживаю две орхидеи. Они были куплены 4 месяца назад и стояли все время в своих покупных горшках. Одна из них ферла. Сейчас вставлю кусочек видео, как она цвела. Есть один бутончик, который уже завял. Но есть еще и бутончики. Дождусь пока распустятся все бутончики, раскуклиться хорошо корешки. Тогда буду пересаживать. А так очень красивый, желтый, с белым и с такой малиновой губой цветок. Я оставлю ссылочку. Я эти обе орхидеи покупала одновременно и показывала вам, как я их распаковываю и в каком они состоянии. Вторая орхидейка MagicArt. Тоже покажу цветение. Но это будет одна и та же ссылка на это видео, где я вам их первый раз показывала. Цветы прям размера моей ладошки. Большие, очень большие. И было это 26 июня. То есть орхидейки провели у меня в этих покупных горшках 4 месяца. Уже цвели. Цветочков уже нет. Остались только цветоносы. Вот MagicArt даже кусочек цветоноса засушил. Остальной цветонос оставил. Видимо, не понадобился ему. А у Ферлы оба цветоноса зеленых. Но я эти все цветоносы срежу. Я хочу им дать возможность после пересадки, после пересадки, начать новое цветение. Не с этих цветоносов, а уже выпустить свои домашние цветоносы и начать цвести уже так, как будут они цвести дома. И цель этого видео показать вам именно корни, которые наросли в этих старых горшочках с торфяными стаканами. Как вы знаете, я их поливаю только по краю горшка, пока они находятся в таких стареньких горшочках. Поэтому будем просто вынимать, смотреть. Ну, а пересадка, как всегда, очень простая, обычная, просто в керамзит. Давайте разберем каждую и посмотрим, какие у них корни наросли. Сначала я обрежу цветоносы. Если хотите, вот такой большой цветонос можно поставить в колбочку с мхом и попробовать получить детку. Ну, ссылочку на видео, как я ставлю в такие колбочки цветоноса, я вам тоже могу оставить, но я сейчас не буду этого делать. Обязательно срезы обрабатываю. Я обрабатываю перекисью водорода, а вы можете обрабатывать и перекисью, и молотой корицей, и толченым активированным углем. В общем, нужно обязательно обеззараживать такие срезы, потому что в них могут разные бактерии, которые у нас летают в воздухе, могут проникнуть и погубить вашу орхидею. Пока видимые тоже пустые, корни сразу обрезаю. И потом начнем вынимать орхидею из ее горшочка. Поливала я их дня три назад, корни еще не совсем сухие, но и не сильно влажные. Так, здесь корней у нас нет, поэтому стараемся просто вытащить аккуратно орхидею. Нажимаю на горшочек, желательно в пустых местах, где нет корней, чтобы их не сломать, и потихонечку тянем. Вот вся орхидея очень хорошо вышла из горшка. Так как кора не очень мокрая, она сама сразу вываливается из корней. Ну и в принципе, что даже и хорошо. Вот везде есть молодые растущие корни, вот маленькие растущие корешки, есть большие, которые уже давно проросли. Вот антарфяной стакан. Сейчас все это уберем. Это был производитель JMP, поэтому стакан здесь присутствует всегда. Корни крупные, хорошие и росли, кстати, тоже наращивались хорошие корни. Вот эти корни уже, вот они большие, уже выросли у меня. Смотрите, здесь вот маленькие пошли корешочки расти. Здесь еще есть один корешочек. Обратите внимание, что кончики корней могут быть разного цвета. Вот такой темный, он стремится вглубь горшка. А вот такой светлый, вот он с одной стороны, ему мало света, и он такой темненький. А с другой стороны ему было достаточно света, и он такой светло-зелененький. То есть такие корешочки могут быть, это начало, вот это раскукленный корень, растущий корень. Видите, они могут быть и такого цвета, и темного, и светлого. Это никакие признаки никаких болезней корней. Так, ну и здесь торфяной стакан. Сейчас буду его аккуратненько вынимать. Обычно у торфяного стакана две такие половинки, но придется все равно вынимать это все кусочками, потому что корней там много и половинками не снимешь это все. Сейчас большой кусочек вытащу, покажу вам, что при поливе, видите, торфяной стакан, он немножко влажный, но воды в нем никакой нет. То есть поливала я аккуратно, практически не задевая торфяного стакана. Поэтому внутри торфяного стакана все корни остались, ну вот кроме одного самого старого корня, все остались хорошие. Ни один корешок не загнил. Ну а этот вот маленький один корешок сейчас я сразу обрежу, чтобы он нам даже не мешал убирать этот торфяной стакан. Вот единственный корешок, который высох в торфяном стакане. Остальное все можно промыть под водичкой, чтобы не поранить остальные корешки. Вот такие желтенькие, вот сейчас еще там кусочек выйдет. Вот такие желтые корни, иногда они бывают желтые, иногда бывают белые. Плохие корни это когда темно-темно-коричневые. Вот такой корень, вот он видите, даже у него, вот этот корень можно обрезать, он не очень хороший. Вот у него даже он здесь сломанный, и поэтому я не дорезая до живого, просто его убираю. А вот такие желтенькие, светло-желтенькие корни, это просто, и даже бывают еще белые, это просто орхидейки, корни этой орхидеи росли в торфяном стакане, не получали света и не участвовали в фотосинтезе. Здесь тоже не надо впадать в панику, это очень хорошие корни у орхидеи. Есть сверху вот сухие кончики, их я тоже обязательно обрежу. Здесь мы ничего не дорезаем до живого, поэтому обрабатывать я тоже не буду. Вот еще один корешок, который совершенно не нужен будет орхидейки, я его тоже убираю. Вот такой корень. Ну, пока все, можно орхидею промывать. Сейчас сразу разберу вам, покажу вторую орхидею, а потом обе орхидейки пойду промою. Как я промываю, я вам недавно показывала. Я промываю под краном, под водой, регулируя воду до нужной температуры от 28 до 32 градусов. Если вам это делать неудобно, можете набрать в тазик такой же теплой воды и промыть орхидею корни орхидеи в тазике. Ссылочку на то видео я вам оставлю в правом верхнем углу экрана. Давайте разбирать орхидейку вторую. И вторая орхидейка Мэджик Арт. У нее я тоже удаляю цветонос. Поступаю точно также перекись водорода. И потихоньку начинаем тянуть из горшочка орхидею. Смотрите, какие огромные корни выросли у Мэджик Арт. И вот сейчас вам покажу сразу, потом будет неудобно показать. Вот видите, старый корень, а на нем молоденькая пипка. Даже от такого старого корня начинают прорастать молодые корешки. Давайте потихонечку тянуть и смотреть остальные корешочки. Кстати, у Мэджика корней было значительно меньше, чем у Ферлы. Так, вот здесь корень немножко прирост, по-моему. Иногда корни вот здесь очень хорошо прирастают к стаканчику, поэтому аккуратненько постарайтесь эти корешки не повредить. Поливаю я их одинаково, поэтому они почти, почти сухие. А вот здесь гнилых корней значительно больше. Поэтому давайте смотреть. Но и молодые есть. Давайте это все убирать, смотреть. И все корни, которые плохие, будем отрезать. Так, вот там торфяной стакан. И уберем, конечно, торфяной стакан. Вот они, молодые корешочки. Вот на каждом, на каждом корешочке есть молодые отросточки. И хочу вам показать еще вот шею. Вот они начали прорастать. Маленькие, молоденькие корешочки. Как раз вовремя это делаем. И молодые корешки уже будут привыкать к новой посадке. Здесь тоже есть корни. Даже, смотрите, на длинном, вот на самом длинном воздушном корне, вот он появился. Молодой корешок. Так, убираем торфяной стакан. Ох, здесь торфяной стакан прямо, вот видите, как я вам говорю, что у торфяного стакана обычно две половинки. Вот они. Ну, то есть, вот так засаживается сюда. Маленькое-маленькое растение. Торфяной стакан тоже влажный, но не мокрый. Воды в нем нет. И смотрим, что же здесь с корешками. Вот здесь есть один корень. Ох, даже руками снимается. Даже снимаю руками, ничего не отрезаю. Он просто, просто как-то, как-то даже не знаю, откуда он взялся здесь. Ну, может быть, это старый корень, он уже от гнил и от шеи, от основания, от всего. Так, вот здесь есть красный, красный корень, но я его срежу. Он, кстати, старый очень. Срежу. Вот видите, и на этом растет новый лист. Ну, вы знаете, что Мэджик Арт, он сильно светлый, с фиолетовыми оттенками. Поэтому, когда растет вот такой лист, это у Мэджика это все хорошо и все нормально. Ну, вот этот корень я на всякий случай отрежу. Здесь абсолютно орхидеи не нужен. Думаю, что это тоже никакое не заболевание орхидеи, это просто ее расцветка. Вот такие розовенькие, раскукленные корни. Вот они. Они росли в горшке, поэтому они могут быть там чуть темнее, чуть светлее. Это нормальные корешки. Не думайте, что здесь сразу нужно обрабатывать там или фундазолом, или еще чем-то. Нет, это нормальный корень, это отличный корень. Вот даже вот еще малышок, он растет также. Вот хороший маленький корешочек, вот он. А вот я вам рассказывала белые корни. Вот эти белые корешки, это как раз то, что растет в горшке, которые корни, которые не видят цвета. Так, ну и эту орхидею идем промываем, убираем все маленькие гнилые корешочки, окончания корешков. И потом еще раз посмотрим на эти корешки все. Может быть еще что-то нужно будет после промывки убрать, зачистить. Но зачистить основание вот нужно будет обязательно. Но я это чаще делаю после промывки, для того, чтобы не повреждать ничего. пока я тут вам старательно все рассказывала, у нас отключили горячую воду в преддверии отопительного сезона. Поэтому мне точно также придется промывать орхидеи в тазике. Для этого я делаю воду тепленькую. Скипятила чайник и наливаю просто из чайника воду. Температура у меня получилось 31 с половиной градусов, хорошая температура. И теперь будем купать орхидею. Можно замочить всю орхидею, это не страшно совершенно. Под водой я всегда промываю всю орхидею, стараюсь промыть пазухи. Вот так намочили орхидею и теперь будем отмывать корни. Постараемся убрать оставшуюся кору. Но если где-то корешок уж очень полюбил кусочек коры, мы, конечно, ему этот кусочек коры оставим. Но постараемся снять все, что возможно снять, обязательно уберем. Сейчас я промою обе и уже вам покажу чистые корешочки. Я промыла обе орхидеи. Последние штрихи, это снять маленькие кусочки коры, если они остались. Они как раз размокли в воде и теперь очень легко снимаются с корней. Есть вот еще маленькие кусочки гнилые, их мы тоже отрезаем. Так, у этой орхидеи больше ничего делать и не надо. Орхидея вся хорошая, основание замечательное, от основания тоже растут уже молодые корешки. Здесь зачищать практически нечего. Вот две каких-то тут крохотных чешуйки. И все. Вот так я ее и посажу. Нет, этот корень, думала, что он плохой. Нет, этот корень хороший. А вот у этой орхидеи, у орхидеи Мэджик Арт в процессе промывки. И когда я сняла, ну там сами чешуйки прямо в воде отлетели, видите, у нее сиреневое основание. И такой же сиреневый лист, как я вам говорила. Но это же гибрид. Поэтому я надеюсь, что это сиреневое основание никак не свидетельствует нам о том, что орхидея больна фузариозом. Поэтому я посажу ее в таком состоянии. Смотрите, сколько у нее корней молодых и хороших. Я ее в таком состоянии и посажу. И просто буду за ней внимательно наблюдать. Если вдруг какие-то признаки появятся, вдруг она расти перестанет. Ну, в общем, какие-то признаки я замечу. Я тогда вытащу и вам ее обязательно покажу. Но если ничего не будет провоцировать фузариоз, я думаю, что она так и прекрасно продолжит расти. Потому что за то время, какое она у меня, посмотрите, какой огромный хороший лист она вырастила. Кстати, ферла вырастила два листа за эти четыре месяца. Так что оставим все так, как есть. Если вы промывали орхидею и попали в точку роста, в пазухе, обязательно протрите точку роста или салфеточкой, или ватным диском, или кусочком туалетной бумаги. Не оставляйте ни в коем случае воду в точке роста. Это способствует загниванию. Но у меня здесь как раз таки ни в одной, ни в той, ни в другой в точке роста воды нет. Ну а теперь давайте посадим. Я приобрела какие-то интересные горшки фирма Алиана. Но удивительно, производитель не пишет на горшке объем горшка. Но я так предполагаю, что эти горшки где-то 2 и 3 литра. Хочу посадить в такие горшочки. Посадка, как всегда, в керамзит. Все очень просто и легко. Давайте начнем с Мэджи Карта. Посмотрим, как он помещается корешками. Так, у Мэджи Карта вот эти корни были воздушными. Но вот этот воздушный корень закрутился и прямо попадает в горшок. Поэтому я сейчас его постараюсь посадить вовнутрь горшка. То есть вот здесь вот его перекручу. А эти корни так и оставлю воздушными. Вот так. Отправим его вовнутрь горшочка. А эти пусть остаются сверху. И вот этот, наверное, корень тоже аккуратненько, чтобы не сломать. Вот так. И засыпаем керамзитом. Я заканчиваю посадку второй орхидеи. Она тоже прекрасно корнями поместилась в горшок. Вот здесь еще просто подсыплю корешки. Я специально вам не показываю посадки, потому что у меня не было сегодня цель показать вам, как надо засыпать ложечкой керамзит в горшок. Если кому-то интересны разные посадки, у меня есть плейлист. Пожалуйста, заходите, смотрите. Просто хочу еще рассказать вам про эти две орхидеи. Почему я сделала посадку на сантиметр ниже в горшке? Орхидеи большие. Но это точно здорово. Это, надеюсь, тоже, что будет здорово и начнет цвести и расти. Смотрите, я не убирала вот такие листики. Вот есть прямо с механическим повреждением. Они уже не фласочные. Но орхидея после следующего цветения вот эти листики обязательно засушит. И у нее начнет образовываться высокий стволик. То есть отпадут два листика, стволик останется голым. А корешки начнут опять прорастать сверху. И для того, чтобы стволик не оставлялся голым, я оставила вот этот сантиметрик специально. Я его потом тоже подсыплю керамзитом. Потому что орхидею вот так засыпать никаким грунтом нельзя. Вот эта часть и основание шеи, оно должно дышать. И никогда не должно становиться мокрым, влажным. Все время в таком мокром содержании. Поэтому я сажаю в керамзит. В керамзите очень хорошо проветривается горшок и быстро высыхает. Поэтому сегодня я сделала две таких посадки. И здесь точно так же. Тем более, что мне здесь еще нужно и понаблюдать за состоянием орхидеи. Потому что шея у нее была с какими-то сиреневыми оттенками. Теперь я вам расскажу, как я буду поливать эти две орхидеи. Точно так же, как я поливала их до этого. А до этого я их поливала в их покупных горшках по краю горшка. Теперь я не буду, конечно, поливать по краю горшка. Но поливать буду только тогда, когда у них просыхают корни. Потому что тот полив точно был так же. Когда корни становятся серебристыми, тогда я их только поливаю. Вот в этом горшке видны корни. Смотрите, они сейчас зеленые. Вот они корешки. Как только они становятся светло-серыми, тогда я в этот горшок, я обычно это делаю сверху, заливаю. Наливаю вот так воды. И даю постоять 10-15 минут. Когда корни напитываются и становятся снова такие же зелененькие, тогда я всю воду сливаю. И опять просушка. И так все время. После того, как сейчас просохнут корни, я первый полив сделаю с простой чистой водой. А потом начну их стимулировать к росту. У них пошли уже корешки в рост. Поэтому пару раз надо полить его с азотным удобрением. Для того, чтобы дать возможность порасти этим корешкам. После этого я начну стимулировать их к цветению. То есть у меня один полив идет с удобрением, один полив идет без удобрения. Еще сразу хочу ответить на ваш один вопрос. Вот некоторые поливают там раз в 7 дней, раз в 10 дней. Нельзя так с орхидеями обращаться. Нужно поливать только тогда, когда просохнут корни. Причем если вы содержите орхидею в коре, то у вас корни просыхают значительно дольше. Причем внешнюю часть, вы видите, может быть она и просохла, но кора просыхает очень долго. А внутренняя часть осталась мокрая. Поэтому в коре нужно обязательно 2-3 дня дать просохнуть и внутреннему слою коры. Для того, чтобы корни внутри тоже просохли. И только после этого можно или поливать орхидею, или удобрять. И ждать обязательно следующей просушки. Иначе у вас внешние корни остаются хорошие, а внутренние корни сгнивают. И поэтому орхидея чувствует себя уже некомфортно. Может тургор листики потерять, может быть еще что-то случится. Может шея загнить, потому что там внутри все время остается влага. Поэтому поливаем орхидеи, удобряем орхидеи только после того, как у нее хорошо просохли корни. Я никогда не смачиваю корни перед поливом. Орхидея не обожжется от удобрений. Если вы все делаете по инструкции и не превышаете количество удобрений написано или на пакетике, или на флакончике. Так что я думаю, что к следующей весне мы увидим прекрасное цветение этих двух орхидей. Если вам интересно продолжение истории об этих орхидеях и вообще узнать о всех моих орхидеях, а у меня их больше 180 штук, подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, вам будут приходить оповещения о новых видео, вышедших на канале. И до новых встреч, друзья!